Разрешите рекомендовать вам этот предрагоценный субъект, это князь Мышкин. Князь? Он князь? Вообразите, а я его, давячи в передний, за лакея приняла. Главный герой романа Достоевского «Идиот» — молодой дворянин, и не абы кто, а самый настоящий князь. Причем у знаменитого литературного персонажа не менее знаменитый прототип. Владимир Федорович Адоевский. По своему происхождению он потомок Рюриковичей, то есть по знатности превосходил даже род правящих тогда Романовых, а именно императора Александра Первого. Но в жизни князь Адоевский совсем как Мышкин, был человеком очень скромным, своим титулом не кичился. Благодарю вас. А где же ваши вещи? Никаких вещей, кроме этого узелка, у меня нет. Собственно говоря, князь и есть самое старое дворянское звание в истории России. А уже затем дальнейшие, барона — это звания, более применимые к прибалтийским родам. И графы — это те, кто происходили из более дальних европейских земель. А вот если бы кто-то вздумал назвать дворянином князя в 12 веке, то его за это могли и казнить. В то время дворяне только появились, и это были низшие представители военных и служилых, которые как раз-таки и составляли двор крупного боярина или князя. Никакими особыми привилегиями дворяне тогда не обладали. Лишь спустя два века им разрешили приобретать земли. Так появились помещики. А уже Иван Грозный уравнял в правах дворян с боярами. От них требовалось служить государству, причем всю жизнь. Иначе дворянин рисковал все потерять. Дворянин и более высокие чины должны были служить, начиная с 15 лет. И служил он до полной дряхлости или смерти. Только уж если совсем он служить не мог, он мог написать в 17 веке государю, что вот я уже дальше служить не могу, уже хромой, слепой. И вот вместо меня будет служить там, например, сын. Зато при Петре представители этого сословия должны были служить всего 25 лет. А еще именно Петр Первый ввел табель о рангах, по которому дворянином мог стать любой отличившийся служивый. Хотя раньше титул передавался исключительно по наследству. Главное условие, конечно, добиться успеха в военном деле и заслужить признание от царя. Надо умрем государь. И умереть победить надо. А вы что скажете, господа генераловцы? Не почину мне здесь говорить. Как, Алексеич, дозволь? Говори. Покуда пороховые погреба не взорвем, шведов нам не одолеть. Александр Меншиков первым получил титул от Петра Первого. Кстати, о происхождении этого герцога ученые спорят до сих пор. По одной из версий, роду он был совсем незнатного, а простым уличным мальчишкой продавал пироги. Шустрого и смекалистого юнца заприметил тогда соратник Петра Первого Франц Лефорт. Так Меншиков стал дворянином, получил титул и даже свой собственный герб. В России очень древних гербов не существовало. Петр Первый уже специально пригласил из Италии геральдмейстера Франциско Санти. И потихонечку-потихонечку процесс возникновения родовых гербов тоже начался. И такой довольно всплеск был при Елизавете Петровне. Потому что Елизавета Петровна возвела на престол знаменитая лейбкомпания. Это рота преображенского полка, которую назвали лейбкомпанией. И все лейбкомпанцы, независимо от их происхождения, они стали дворянами и получили право на герб. Особые привилегии дворяне получили уже при Екатерине II. Императрица не просто возвысила дворянское сословие, но и закрепила за ним право больше не нести обязательную воинскую службу. Жалованная грамота имела силу и при последующих правителях. Именно поэтому Александр Сергеевич Пушкин смог глаголом «жечь сердца людей», а не посвящать вынужденно свою жизнь военной карьере, как его прадед-африканец Абрам Ганнибал при Петре Первом. А вообще во времена Александра Сергеевича роду Пушкиных было уже 600 лет. Таким образом, сам поэт дворянином считался от рождения и даже имел звание камер-юнкера. Весьма почетное, между прочим, оно давало ему доступ на все императорские мероприятия. Примеров, когда дворяне, безусловно, делали что-то хорошее, полезное для страны, безусловно, много. Это и Нарышкины, и Лопухины. Тот же самый Александр Сергеевич Пушкин – это дворянин, не будем забывать. И Михаил Юрьевич Лермонтов, и Тургенев, и другие наши известные литераторы – это дворяне. Они направляли свои усилия, свои творческие таланты, свои административные таланты на пользу стране Потемкина, Разумовски. В редких случаях за особые достижения титул от императора получить было можно. Такой чести в 1793 году удостоился первый калужский наместник Михаил Кричетников. Правда, почестями он наслаждался всего три дня. Скончался, не оставив потомства. Его прозвали «самый короткий граф в мире». Даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. К слову, получить знатный титул в царской России было ох как непросто. Даже с большими деньгами не все могли попасть в круг аристократов. Куда охотнее пускали бедного, но знатного. Не могу не отметить совершенно тоже потрясающий род, тоже связанный с моей генеалогией. Вот это Дурасовы. Это Василий Алексеевич Дурасов, который жил в начале 20 века. Вот ему казалось, что Дурасов как-то звучит смешно. И он придумал версию, что Дурасовы происходят от герцогов Дурацио. Ну, мало ли что может втемяшиться в голову русскому дворянину. Но у него были деньги. И он решил воплотить свою легенду в реальность. Надо сказать, что с российским потом так сенатом дело не прошло. А вот с испанским королевским двором прошло. Вот он получил грамоту о том, что действительно он происходит от герцогов Дурацио. И таким образом является ветвью первого анжуйского дома. О своем знатном происхождении многие предпочитали молчать и даже забыть с приходом советской власти. После революции в нашей стране дворянство существовать перестало. Были уничтожены все титулы и сословные привилегии. И лишь после распада СССР начался настоящий дворянский бум. Потомки князей, герцогов и графов стали открыто заявлять о своих предках. Было интересно понять, откуда вообще фамилия. Щербачев удалось найти родоначальника, который... Это не всегда так удается найти того человека с тем прозвищем, которое дало название роду, фамилия. Вот Дмитрий Щербач был вполне реальным персонажем, который жил при Иване III. В конце 15-го, начале 16-го века. И даже удалось найти тот случай, когда он принимал участие в переговорах с посланником императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсборга. Не обязательно быть дворянином, чтобы начать исследовать свою родословную и узнать, кем же были твои предки. Тем более эти истории из прошлого порой могут быть интереснее любого детектива.